Это программа Диалог. Мы работаем в прямом эфире и сегодня в центре внимания экологическая политика региона. Знакомьтесь с гостем студии и присоединяйтесь к разговору. Заместитель председателя Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Павел Владимирович Новиков. Родился в 1978 году в Минске. В 2000 году окончил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. Проходил срочную службу в пограничных войсках. С 2003 по 2008 года работал в Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира в должности старшего госинспектора. В областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды работает с 2008 года. Начинал с должности специалиста, затем работал начальником отдела. В 2019 году назначен заместителем председателя комитета. Координирует работу по организации и осуществлению деятельности по таким направлениям, как контроль за охраной и использованием земель, недр, биоразнообразие, особо охраняемых природных территорий, а также вопросы по охране труда и взаимодействия с МЧС. Вопросы Павлу Новикову вы можете задать, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер, номер плюс 375-29-340-043-3. Добрый день, Павел Владимирович, рад видеть в эфире «Беларусь-4». Добрый день, Александр, окружаемые телезрители. Итак, на прошлой неделе в связи с пожароопасностью в области был введен запрет на посещение лесов. Сначала частично он касался всего нескольких районов, затем и полный. Сейчас он касается посещения каждого из районов Гомельской области, говоря про лесные массивы. В самом начале попрошу вас рассказать об оперативной информации, которая известна к данному моменту. Ну, конечно, ситуация довольно сложная в настоящее время. Тенденция негативная. Если сравнить показатели за две недели прошедшие, то неделю назад зафиксировано было 24 возгорания, за прошедшую неделю уже порядка 146. То есть мы видим это стремительно лавинообразная ситуация. Обусловлено это все шквалистым ветром и сухой солнечной погодой. Что касается районов? Что касается районов, наиболее сложная ситуация в настоящий момент в Лечицком районе, где порядка 240 гектар выгорело именно леса. Также напряженная ситуация в Каллинковичском районе, где зарегистрировано 19 возгораний на площади около 60 гектар. И справедливости ради речь касается не только лесных массивов, а в целом экосистем. Конечно. Идет градация такая. Помимо возгораний в лесных массивах, учитывается возгорание антарпианика, которая сейчас 14 зарегистрирована, и также выжигание травы кустарников. Это 82 возгорания. Павел Владимирович, мне подсказывают, есть первый звонок от нашего зрителя. Добрый день. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Владимир Иванович. Ваш вопрос. Такой вопрос. Когда планируется начать переработку отвалов Гомельского химического завода? Хотя бы в каком-то будущем? Приблизительно год-два? Может быть? Нет? Вот такой вопрос. Спасибо большое. Не совсем в тему, но в любом случае касательно вашей сферы. Вопрос неоднократно поднимался. Он находится у нас на контроле. Как и зона влияния этих отвалов фосфогипса, так и пути переработки. Несмотря на поступавшее предложение, в том числе и от иностранных инвесторов, после проведения анализов, в связи со сложностью именно переработки данных отходов, поступали отказы. Хотя предлагали все льготные условия, в том числе свободно-экономическая зона и ротон. К сожалению, на данный момент конкретных дат никто назвать не может, но вопрос находится в постоянной разработке. Я думаю, мы к нему в ближайшее время вернемся. Спасибо большое. И все-таки возвращаясь к тому, с чего начинали, ситуация в лесных массивах. И в связи с этим очень важная информация. Чтобы исключить перевертывание и спекуляцию на теме, прошу разъяснить ситуацию в приграничии с Украиной. А еще, кто и как следит за безопасностью жителей Гомельской области в связи с этим? Ну, прежде всего, с учетом того, что на протяжении нашей границы большинство территорий пересекается именно по лесному фонду, то лесная охрана занимается непосредственным контролем как на нашей территории, так и информирует заинтересованные органы о ситуации на прилегающей территории. Кроме того, МЧС имеет разработанный совместный план с Украиной. Тоже обмен информацией идет постоянно. Независимо от каких-либо служб и того же по лесу Крадиционно-Экологического заповедника, у которого своя охрана имеется, в автоматическом режиме ежедневно автоматическим станциям Белгидромет изучается и анализируется гаммофон. В случае малейшего изменения, значит, ситуация, информируются все заинтересованные органы власти и принимаются необходимые меры, в том числе доводится информация до населения. В настоящий момент превышение по гаммофону не зафиксировано. То же самое было и, в принципе, за прошлый 2019 год. И еще о ситуации в экосистемах региона. Небольшой репортаж от моих коллег. Буквально через несколько минут вернемся в студию и продолжим. Минувшая неделя для спасателей оказалась чрезвычайно напряженной. Сообщения о возгораниях поступали практически каждый час. Не все пожары были действительно масштабными. Многие удавалось ликвидировать достаточно быстро. Среди наиболее крупных – три лесных в Лельчицком, Чечерском, Наравлянском районах и один торфяной в Калинковичском. Там торфяник горел на общей площади 2 гектара. С ним лесники и спасатели боролись целых три часа. Сильный пожар полыхал возле деревни Запесочное Лельчицкого района. Здесь горело 250 гектаров леса и болот. К тушению пришлось привлекать авиацию. В ходе ликвидации крупного пожара в Лельчицком районе была задействована авиация МЧС, вертолет Ми-8 и Ми-26, которые осуществили 28 сбросов воды. Было задействовано также более 20 единиц техники подразделения МЧС, а также был сформирован сводный отряд из подразделения МЧС, в котором насчитывалось более 100 человек. Только за вчерашний день в Гомельской области зарегистрировано 12 возгораний травы и кустарника, два торфяных пожара и четыре лесных. А это видео с места одного из пожаров уже в самом Гомеле с его многотысячным населением. По информации областного управления МЧС, в минувшее воскресенье крупное возгорание зарегистрировано возле Ледового дворца, а также в непосредственной близости от города в населенных пунктах Ипуть и Поляна. Даже несмотря на запрет посещения лесов, некоторые граждане по-прежнему приходят сюда на шашлыки. Еще больше желающих выжигать траву вблизи лесных массивов. Именно так называемые сельхозпалы сегодня главная причина всех чрезвычайных происшествий. Подчеркиваю, сельхозпалам не в государственном лесном фонде, а непосредственно примыкающим к болотянам, примыкающим к лесным, будем так говорить, массивам, которые палят, будем говорить, пойму реки. Естественно, наша государственная лесная охрана реагирует, выезжает, оперативно мы тушим вот эти вот частички возгорания, которые непосредственно возникают по вине, повторяю еще раз, по вине тех граждан, которые выжигают сухую растительность, тем более создают угрозу нашему лесному фонду. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены административные меры, причем в зависимости от объема причиненного вреда, штрафы могут достигать десятков тысяч рублей. По мнению спасателей, такая мера вполне может быть очень действенной, однако это не единственный способ борьбы с пожарами. Профилактической работе сегодня уделяется особое внимание. Проводится большая профилактическая работа с целью недопущения выжигания сухой растительности. Так, практически ежедневно спасатели со всех регионов Гомельщины проводят разъяснительную беседу в ходе рейдов со средствами массовой информации, а также индивидуально. Большая работа проводится по размещению наглядной изобразительной продукции в местах массового скопления людей, а также задействованы весь потенциал радиоузлов, на которых все время сообщается информация в пожароопасном периоде. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. И сегодня гость студии – заместитель председателя Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Павел Новиков. Павел Владимирович, и в продолжение темы, в том числе озвученной в сюжете, и на кадрах от моих коллег, и в сети последние несколько дней достаточно много фото-видео фактов, то тут, то там, в Гомеле, да и не только горит трава. Скажите, наивно, наверное, полагать, что речь только лишь о теплой погоде. Возможно, виной всему так называемая самоизоляция на шашлыках? – Действительно, в большинстве случаев возгорание в экосистемах – это вина человека. Можно разделить на несколько групп данных условных нарушителей, которые служат источником такого возгорания. Либо это небеспечность и безалаберность, то есть брошенный окурок, непотушенный костер. Но определенную долю все-таки это, можем назвать, злостное хулиганство. Почему? Потому что от одной спички, с учетом того, какие погодные условия были, допустим, минувшие выходные, шквалистый ветер очень сильный, моментом выграют огромные площади, угроза жизни и здоровью, в том числе граждан, и причинение огромного вреда окружающей среде. Запрет на посещение лесов – мера традиционная. А вот насколько эффективная? Что можете сказать по этому поводу? В настоящий момент это наиболее эффективная мера предотвращения возгораний в экосистемах, в том числе в лесах. Потому что, к сожалению, культура наших граждан пока не позволяет без применения данной меры навести порядок в лесу, запретить пользоваться огнем, курить и так далее. И тем не менее запрет введен. Все ли правильно понимают условия нахождения? Я уверен, что все заинтересованные службы предлагают максимум усилий для того, чтобы довести для граждан этих требований. И все прекрасно понимают. Но, будучи задержанными и при составлении протокола, все пытаются увильнуть и обосновать свое нахождение в лесу либо тем, что он не знал, либо тем, что он не понял. Наверняка и вы, и коллеги из других служб анализировали, какой ущерб экосистемам природы в целом наносит традиционное весеннее пало. Ущерб этот очень значительный. Расчет его трудный и многосоставной. Помимо непосредственного вреда за выжигание сухой травы, который достигает порядка 20 базовых за сотку. В пересчете, допустим, те возгорания, которые уже на данный момент за неделю зафиксированы, если в пересчете в денежном эквиваленте за вот этих 170 гектар выжженной травы, потенциальному нарушителю пришлось бы заплатить свыше миллиона рублей. Это без учета того, что необходимо выявить и посчитать конкретно каждую погибшую особь, а за каждую погибшую особь и ее потомство предусмотрены таксами свои базовые величины. То есть речь не только о потерях леса, кустарников и так далее. Надо понимать, что там жизнь. И гибель объектов и животного мира в том числе. Эта сумма очень довольно значительная. Поэтому хотелось бы донести для тех, кто пытается чертнуть спичкой, что в случае наступления возмездия, то есть, как мы знаем, что каждый за свое должен ответить, то такому человеку плод придется продать, возможно, квартиру или выплачивать всю оставшуюся жизнь этот вред государству. В этом году в рамках недели леса в регионе высадили порядка 15 миллионов саженцев. Пример подали председателю облсполкома Геннадий Соловей, руководителя управления, ведомств, предприятий, что радует неравнодушные жители региона. А вот такой вклад, насколько поможет минимизировать последствия, ну и, скажем так, частично компенсировать их? Ну, вопрос тоже довольно сложный и не совсем взаимосвязанный. То есть, для того, чтобы компенсировать те последствия, которые причинены окружающей среде в результате пожаров, которые зафиксированы этой весной, необходимо сначала оценить этот вред. То есть, посмотреть, выживут ли эти насаждения, которые были выжжены. Как правило, они не сохраняются, их нужно будет назначать вырубку, даже если они не достигли зрелости. То есть, эти насаждения нужно вырубить. Делянки нужно будет подготовить под лесовосстановление, вырастить посадочный материал в тех объемах, которые требуются, чтобы закрыть данные площади. И только весной следующего года, а может через год, произойдет это лесовосстановление. И все мы знаем, что та же сосна до спелости своей еще 80 лет должна расти. Поэтому... Завершая тему с благоустройством, хочу перенести все-таки от пригорода в центральные части и областного центра, и районных центров. Какие планы по наведению порядка, благоустройству и озеленению, в первую очередь, на 2020 год? Планы у нас по области для озеленения населенных пунктов в текущем году порядка 50 тысяч деревьев и кустарников высадить. Но, к слову, хочу сказать, что планы всегда более низкие, чем потом по факту все это проводится. Потому что подключаются неравнодушные... Подключаются в том числе и граждане, но суть даже не в этом. То есть, мы тоже смотрим за данным процессом. Помимо того, что необходимо будет, чтобы эти посадки все выжили, мы этот мониторинг будем проводить в июне. Если что-то погибло, будем требовать от субъектов хозяйствования, от коммунальных хозяйств, все-таки восстановить на данном месте те насаждения, которые там должны быть. Кроме того, будет параллельно осуществляться мониторинг за высаженными насаждениями с прошлого года. Мы понимаем, что без листвы мониторинг провести этот очень сложно. Как только они вырастут, в июне месяце мы это обобщим. Соответственно, осенью еще определенный блок посадок будет рассчитан. Я напомню зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы можете отправить к нам на инфолинию Viber. Номер телефона плюс 375-29-340-043-3. И сейчас, Павел Владимирович, к сообщениям от наших зрителей, которые поступили во время эфира, пишем из Гомельского района. У меня новые соседи по даче делают ремонт. Все, что от предыдущих не нравится, сжигают. Можно представить, как тем, кто рядом. Как повлиять? Помогите. Ингрина Степановна беспокоит. В данном случае, можно сказать, однозначно. Законодательством в обращении с отходами и атмосферным воздухом запрещено сжигание отходов. Но дело в том, что привлечь к административной ответственности – это самая, скажем так, эффективная мера воздействия на нерадивых граждан. Экологи не могут, поскольку административным кодексом не предусмотрено такое наказание именно для граждан. Если это касается юридических лиц, да, там предусмотрена такая ответственность, и мы, скажем, привлекаем очень жестко по данным вопросам. И все-таки, если действительно серьезный огонь, который может нанести вред соседям, куда обращаться? Мы можем подсказать данным соседям, которые действительно неравнодушны к окружающей среде, к ее состоянию. В первую очередь, это поработать своим председателем дачного кооператива. Как правило, в уставах есть определенные запреты по позициям выжигания на своих участках. Кроме того, если люди не понимают с первого раза о том, что они нарушают, есть такие меры ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, при произведении костров на своих этих участках. Там тоже требования очень серьезные. Это не меньше 10 метров, чтобы люди понимали от ближайшего строения. На 500, как это можно. Но все-таки лучше начать с нормального разговора диалога. Все-таки вот эти отходы, как правило, сжигают древесные отходы. Их можно измельчить и потом в осенне-зимний период использовать через печь. И я думаю, нареканий не будет от соседей. Совет от эколога с большим опытом. Еще один вопрос. Я, кстати, думал, что с этим-то уже все ясно. Как быть с березовым соком? Я расставил пакеты в лесу, а тут запрет. Можно ли их забрать? По-моему, завершили уже большинство людей сбор сока. Недели две назад уже закончен сбор березового сока. Если у кого-то он остался там в пакетах. Или еще что-то осталось в лесу. Как быть? Даже несмотря на запрет на посещение лесов, я думаю, лесная охрана пойдет навстречу, чтобы вы в квартале, которым именно лесхозы определяют эти участки, где можно заготавливать березовый сок. То есть просто так выйти в лес нельзя заготовить. Потому что тут еще такой двойной вопрос получился. Чтобы на штрафы не даваться. Потому что либо штраф тут так будет от лесной охраны за незаконную заготовку, либо за нарушение запрета. То есть в любом случае, посоветовавшись и поконсультировавшись с работниками лесничества, можно данный вопрос решить в нормальном русле и в их присутствии. Спасибо большое. Вот еще действительно важное размышление в тему каждую. Можно ли гулять вблизи леса? И как быть уверенным, что не накажут? Тут лес через 10 минут река. Очень важно понимать, что лес не только сообщество деревьев высоковозрастных, но и, как правило, та же пойма реки является землями лесного фонда. Покрытые лесом, непокрытые лесом. И посещать их запрет на посещение лесов также запрещено. Я рекомендую гражданам, перед тем, как спланировать свою поездку или прогулку, все-таки обратиться в местное лесничество, либо в сети интернет, сейчас у каждого лесхоза размещена его карта. И несложно разобраться. Кто хочет, тут найдет. Буквально коротко. Каждую весну старые ветки сжигаю на участке. И не только я. Действительно. Есть ли какие-то правила, чтобы делать это безопасно? Действительно, только на своем участке можно разводить костер, назовем это так, придерживая следующих элементарных правил. То есть разведение данного костра, данное место должно быть не ближе 10 метров от ближайшего строения, будь то сарай, баня или дача. И, соответственно, не ближе 30 метров от легко воспламеняемых предметов, в том числе сухой травы. Спасибо большое. Буквально коротко. Это правда, что дым от костра опасен для человека, интересуется Андрей. В зависимости от того, Андрей, можно сказать, Андрею, из чего, скажем так, из каких составляющих складывается данный костер. Если это экологически чистая дрова, то кратковременное пребывание с этим дымом не повлечет негативных последствий для здоровья. Но если сжигать отходы, те же пэт-бутылки, то, соответственно, никто не будет ручаться за ваше здоровье. За пределами студии замечательная погода. И даже вечером каких правилах нахождения, к примеру, у реки, нужно помнить и сейчас, и когда запрет на посещение лесов и территорий, которые они объединяют, будет завершен. Правила эти довольно элементарные, но необходимо их напоминать периодически. Прежде всего, большинство поездок за город и на реку связано с использованием автомобиля. Свой автомобиль запрещено ставить ближе 30 метров до береговой линии. Конечно, у граждан нет рулетки при себе. 40 шагов смело отмеряйте от береговой линии, там, где вода соприкасается с землей. И далее этого места ставьте свой автомобиль, к вам претензий не будет. При разжигании костра, подчеркну, если это не в населенном пункте, в населенном пункте вне установленных мест разжигание костров запрещено. И за это будет пересмотрен наказание. Значит, при разжигании костра вне населенного пункта, в местах общего пользования и вне леса в период запрета, необходимо окопать данный костер на расстоянии около метра от центра. То есть метр окопали и впоследствии костер разжигаем. Уходя, не оставлять костер непотушенным. То есть залили водой и спокойно убедились, что дым больше не идет, и уехали. Кроме того, соблюдать правила рыболовства, конечно, которые отдельный блок, и обращение с отходами. Об этом мы еще поговорим более детально. А пока, если позволите, звонок от нашего зрителя. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Ольга, я жительница Новобелевского района. Ваш вопрос. У меня такой вопрос. Я знаю, что большое внимание уделяется озеленению не только территории города Гомеля, но и республики в целом. И у меня такой вопрос. Продолжатся ли работы по данному вопросу в этом году? Особенно в вашем районе, я так полагаю. Да, особенно в моем районе. Спасибо большое. Тема зеленых насаждений интересует каждого, особенно в нашем городе Гомеле. Работы данные будут продолжены. В прошлом году в целом по области 165 тысяч посадили деревьев в населенных пунктах. Из них 109 в районных центрах в городе Гомеле. То есть цифра довольно значительная. На текущий год по городу Гомелю запланировано порядка 30 тысяч деревьев и кустарников. Действительно есть информация. Мы ее собираем еженедельно. По итогам последней прошедшей недели по городу высажено порядка 14 тысяч деревьев. Данная работа будет продолжена до своего конца. Но хотел бы обратить внимание, что на нашем сайте областного комитета имеется информация. Каждый гражданин может ей воспользоваться. В случае, если он видит, что идут посадки, но вот то место, хотелось бы ему, чтобы тут посадили дерево, а никак местные органы власти не хотят замечать. Предложение принимается. То он может свое предложение по электронному адресу скинуть, сбросить нам. Это не будет как обращение граждан, но мы его проанализируем, учтем. И, соответственно, порекомендуем местным органам власти и организациям ЖКХ все-таки данную просьбу удовлетворить. Если, конечно, это не противоречит нормам, требованиям и не на коммуникации. Спасибо большое. И снова про отдых на природе. Действительно близится теплая пора, лето. И я думаю, что в связи с эпидситуацией во всем мире, не только в Беларуси, люди более присмотрятся к зеленому туризму. Какие варианты в этом плане может предложить Гомельщина туристическая? Я сейчас про заказники, наш национальный парк. Да, помимо хорошо развитой институтуры национального парка Припятский, который в Лясковичах, Петриковской районе расположен, там более на богатый кошелек, назовем простыми вещами, то наши государственные предохранные учреждения, созданные на базе заказника, которые перспективны для развития экологического туризма. Условия, может быть, несколько более простые, но как раз в данном случае, с учетом последней ситуации, этот отдых можно назвать семейным. Вы будете как бы изолированы от других и вполне по доступным ценам. Заказники уже условия определенного рода хотя бы минимальные создали. То есть это не только отдых вдалеке от всех на поляне? Конечно, это далеко не отдых в палатке, где вам покажут. Хотя и такая услуга тоже есть. Надо понимать, что сами заказники – это уникальные места, они не просто так объявлены. Там значительное количество краснокнижников. Антропогенная нагрузка также на эти территории рассчитана. Определенная инфраструктура есть, и она постоянно развивается. Наиболее развитую хотелось бы выделить – это Светлогорский район, ГПУ, заказник республиканского значения «Выдрится». Зрители записывают. Что стоит посмотреть? Вы во всех заказниках были не раз. Что обязательно к просмотру? Чем готовы удивить? Ну, к примеру, Светлогорская. В Светлогорске готовы удивить – это и непосредственно река Березина, на берегу, в которой расположена такая туристическая база уречи. Это относительно комфортные условия для проживания, потому что проведена модернизация этих жилых домиков. Четыре домика там под ключ, подъявлен стандарт, с горячей водой, кондиционерами и так далее. То есть на любой спрос. Также уникальная природа. В каждом из наших заказников, а я их еще раз напомню, три – это «Выдрится», заказник «Смычок» и «Днепросожский». Расположены они в Светлогорском районе, в Жлобинском районе и в Лоевском районе, соответственно. Каждый из этих заказников готов указать услуги по проживанию, по экскурсии по экологическим тропам, которые существуют у всех. И такое довольно уникальное предложение, как водный маршрут. То есть у каждого имеется мощная моторная лодка, соответственно, по определенному прескуранту, по договоренности вас проведут по нашим амазонкам, и вы увидите то, о чем вы даже не подозревали. Павел Владимирович, есть еще один звонок. Добрый день. Здравствуйте, вы в эфире нас слышите? Да, слышу, спасибо. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Любовь. Ваш вопрос. Я живу в 104-м микрорайоне. Алло? Да-да-да, мы вас слышим, ваш вопрос. Хорошо, я живу в 104-м микрорайоне, и у меня вот такой вопрос. Да, и у меня вот такой вопрос. Только что говорили о посадке деревьев. И, значит, там количество, тысячи штук и все прочее. А почему не считают, сколько деревьев пропало? Вот, например, сейчас вот высадили в нашем микрорайоне деревья, но те, что сажали в прошлом году, они половина, практически половина из них не принялась. Даже видно сейчас, по деревьям, какие они стоят сухие. Это надо как-то, я не знаю, проверять, компенсировать все это новое, это выкопать, а другое дерево посадить. Или как-то кто-то за этим должен смотреть. И еще. Вот на протяжении уже нескольких недель дождя не было. Так? У нас новые посадки. За все это время поливали только два раза. Это вы что думаете, что эти деревья приняты? А вы отслеживали, да, что это именно два раза? Конечно, я срещу, я сижу дома, не вокруг, все видно. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Ну, к сожалению, не совсем внимательно нас слушали. Вы уже на первый вопрос мы отвечали, что в июне месяце будут подведены итоги мониторинга приживаемости насаждений, как высаженных в этом году, так и в прошлом году. Все-таки вот это заранее мы уже сейчас видим, но мы так дилетантски подходить не можем. Если листья не выйдут, то, значит, будет считаться такое растение, как погибшим, усохшим. И, соответственно, в частности, по городу Гомелю, решениями гороисполкома о посадках предусмотрено в каждом случае, как в прошлом году, так и в этом, что в случае, если эти насаждения не приживутся, за счет той организации, которая делала посадки, их нужно восстановить. И за этим будем следить в том числе и мы. Спасибо большое. Тем временем близится Радуница Минприрода, в свою очередь, наверное, не первый год, но и в этом году акцентировала, призывает отказаться от пластиковых цветов на кладбищах и приводит цифру. Миллион штук. Именно столько отправят на полигоны в течение пары последующих недель. Срок разложения 100-150 лет. Все верно? Все верно, даже несколько больше. До 500 лет, по оценкам ученых, будут разлагаться данные пластиковые цветы. Предложение логично. Мы готовы меняться сами? – Действительно, тут надо с двух сторон подходить. В первую очередь, со сменой поколения, я думаю, только это придет, сложно дать оценку, скажем, насколько необходимы вообще эти цветы для установки на кладбище. То есть сам по себе праздник не предусматривает такого. То есть вы помяните, сходите в церковь, помолитесь за усопших. – Тем более, что и альтернатива есть, к примеру, те же жилые цветы. Те, которые биоразлагамы, так это сейчас модно говорить, ну, в принципе, они никаких последствий не понесут. Сама ситуация сложилась не только из-за того, что оно не разлагается. Сколько вследствие дешевизны повсеместно используется и массово. А для того, чтобы наладить их сбор и переработку, необходимы значительные затраты, которые экономически нецелесообразны. Почему? Потому что эти цветы состоят и из пластика, и из пенопласта, и из металла, и так далее. Все это надо отсоединить, рассортировать. При наличии малого веса фактически не представляется возможным. – Вот и еще про альтернативное. Поиск альтернатив – Минобразование. В этом году тоже, наверное, вновь рекомендует во время последних звонков и выпускных заменить выпуск шаров на высадку деревьев, рыбоцветов. Вот, по-моему, тоже как раз хорошее предложение и действительно достаточно неплохая альтернатива, воплощаемая в жизнь. – Абсолютно согласен. Мы эти мероприятия всегда поддерживаем. Почему? Потому что высаженное дерево вы еще долгие годы сможете, скажем так, воочерили, те зрители, вспоминать, что именно вы его садили, а может, еще вашим детям передадите. Что такое шарик? 14 часов максимум он продержится в воздухе, потом упадет. И не столько даже страшно его последствия, как то, что он стал отходами или мусором, да, и эстетически будет что-то нарушать, сколько связано много ситуаций с тем, что используется в пищу животными, забивает желудок, и они просто погибают. Либо птицы часто очень запутываются в этих ленточках, в веревках и тоже гибнут. Вот это вот наиболее. – Повод задуматься. Павел Владимирович, остается чуть больше 8 минут в эфире. Есть несколько вопросов на инфолинии Вайбер. Озвучу на свое усмотрение один, на мой взгляд, действительно, который касается многих. Дерево у окна стало настолько большим, что ветки лезут в квартиру, в помещении сыра. Как можно добиться, чтобы клен срезали? И могу ли я это сделать сам? Вот тут важный момент. – Важный момент. Сами вы, конечно, сделать это не можете. Сделают это специализированные организации в области озеленения, у которых есть к тому же допуск к высотным работам. Но хотел бы предостеречь, что просто лезет в окно ветка – это не является основанием для удаления высоковозрастного насаждения. Действительно, в данном случае, если затеняет, необходимо обратиться в организацию ЖКХ, в первую очередь, по обрезке. В последующем, если вас условия все-таки не устраивают, гражданин вправе обратиться в санстанцию для получения заключения о нарушении инсуляции помещения. Только при наличии данного заключения и принятых всех мерах по обрезке можно ставить вопрос по удалению дерева. И еще важная тема. В среднем в год в Гомельской области образуется порядка 600 тысяч тонн отходов потребления. Это все то, что мы с вами выбрасываем в мусорные баки. Со временем тысячи тонн перерастают в миллионы тонн и целые небоскребы мусора. Говоря про полигон отходов, который обслуживает областной центр, это реческое направление. Если не ошибаюсь, он полностью исчерпал свой ресурс. Либо практически полностью. Какие пути видят специалисты? Действительно, полигон свой ресурс исчерпал. В настоящее время оперативно решается вопрос. И руководством областполкома поставлена задача уже в текущем году разработать ПСД на строительство оригинального комплекса по переработке отходов. Сейчас идет подбор площадки и все необходимые согласования. По планам строительство данного комплекса должно быть завершено до 2022 года. Это будет достаточно серьезный объект, который должен обслуживать не только Гомель, но и большое количество районных центров. Это и сборы, и переработка все в комплексе. Действительно, это так. До 2025 года, если планы не поменяются, в силу известных причин, на территории Гомельской области должно быть создано три таких межрегиональных комплекса с последующей ликвидацией всех существующих полигонов, в том числе и мини-полигонов. А что вы знаете об экоупаковке? Как к ней относитесь? С таким вопросом на днях на улице областного центра вышли мои коллеги. Что из этого получилось, узнаем прямо сейчас. Раньше в свое время пластмассы не было, и мы все пользовались стеклом и бумажными. Так что хорошо. Но стекло стоит дороже, чем под бутылкой? Ну, в свое время мы сдавали их. Бутылки этой, посуду, и было все нормально. Не загрязняли природу. Я считаю, что надо перейти на стеклянные упаковки. И на бумажные. Я, честно говоря, не знаю. Не все равно как-то. Согласен с вами полностью. Надо на стекло опять переходить, как было при СССР. Я считаю, это правильно. Я за экологию. Я сама почти не пользуюсь пакетами. Вот пользуюсь такими сумочками. Забыла, как они называются. Но я считаю, что сейчас очень важно думать об экологии. И мне кажется, поздно даже начали, похватилась Беларусь. Потому что вот приходишь все время за продуктами. И как-то даже без пакетов берешь. Там пару бананов, пару каких-то яблок. И почему-то все на кассе все равно их начинают складывать целлофановые пакеты. Ой, честно, я без понятия насчет этого. Я первый раз слышу. Неожиданный вопрос, не знаю даже. Целлофаны нужно убирать. Полиэтиленовые. Ну, они же перегнивают очень долго. Это заражает экологию. А у нас дети. Ну, ведь это будет дороже стоить. Ничего страшного. Мы же пользовались раньше бумажными пакетами, бумагой. Я считаю, это будет правильно, если мы перейдем на бумажный пакет. Вот я хожу всегда, вот не с целлофановой, вот с такой сумкой. Матер, что ли? Да. У меня еще есть такие сумочки, поставались тряпочные. И я бы с удовольствием положила продукты. Я их и в другой раз стою. Вот сейчас подхватила эту сумку. А так желательно, конечно, и стеклянная бутылка тоже хорошо. Молочко в стеклянной бутылке. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. И сегодня гость в студии – заместитель председателя Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Павел Новиков. Павел Владимирович, как вам мнение гомельчан? Мнение адекватное. И, конечно, мы полностью с ними солидарны. Говоря про поэтапный переход Беларуси к зеленой экономике, нужно отметить про постепенный план об отказе от пэт-бутылки и переход к стеклу и бумажной таре, в том числе бумажной упаковке. Вроде бы все ясно. Видим, что и население согласно. Тем более, что опыт советского времени поможет. А все-таки предприятия «Регион» насколько готовы перестроиться достаточно оперативно? Мы ведь понимаем, что это не так просто, как кажется? Конечно. В Гомельской области разработан соответствующий план мероприятий по поэтапному переходу и начата его реализация. В настоящее время уже два предприятия, не будем называть их название, одно находится в Светлогорске, одно в свободно-экономической зоне «Ратон», готовятся к изготовлению одноразовой посуды из целлюлозы. Нам, как говорится, в Гомельской области и карты в руки. Два мощнейших предприятия будут производить данную целлюлозу и, соответственно, вовлекать в экономику это все необходимо. Хочу отметить, что с 1 января следующего года в торговой сети будет запрещена реализация пластиковой одноразовой посуды. Поэтому это очень актуально и очень своевременно. А что, если рассматривать вопрос по полиэтиленовым пакетам, которые так волнуют наших граждан, то уже в настоящий момент во всех крупных супермаркетах предлагаются услуги по бумажным пакетам или по многоразовым. Допустим, я тоже пользуюсь многоразовым этой сумкой, которая легко складывается, она более прочная и всегда выручен. Как эколог подаете пример. И в завершение мы практически по всем темам, которых касались, затрагивали очень важное направление, которое развивается во всем мире. Это зеленая экономика. Какие плюсы принесет зеленая экономика и ее развитие в Гомельской области? И буквально тезисно остается минута. Может быть, есть какие-то уже примеры, как мы движемся к этому перспективному направлению. – Действительно, есть и положительные примеры. Допустим, появились у нас и вознамляемые источники энергии. Это фотоэлектростанции в Ловецком районе, в Брагине появилось, в Речице. Сейчас установлены, мы видим, в городе Гомеле зарядные устройства для электроавтомобилей, которыми можно бесплатно пользоваться. Кроме того, самые принципы зеленой экономики – это ориентированы на, именно, в принципе, на нашу страну. Потому что, если социальное неравенство не так актуально для Республики Беларусь, то вот возобновляемые источники энергии, переход на низкоуглеродную экономику – вот это нам действительно важно. Задействовать свои ресурсы, которым у нас достаточно, и чтобы они были возобновляемыми. Да, государство делает немало. И здесь все-таки стоит подумать каждому из нас, а что делаешь ты для того, чтобы, ну, все-таки жить и дышать чистым воздухом, и та самая зеленая экономика приносила серьезную пользу. Павел Владимирович, спасибо за это интервью. Я же напомню, что сегодня гостем программы «Диалог» был заместитель председателя Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Павел Новиков. Добрых новостей и до встречи в эфире.